Поступать человеком так, как он поступает с другими. Привет, я Даша. Я сегодня получила посылочку от Ифраше, и не будет долгий мой рассказ. Получила вот такой спрей для лица. Он, знаешь, такой, который можно освежить лицо, и оно при этом не влияет на макияж, он останется на месте. При этом освежит лицо, и хорошо шуровое действует на кожу. Я не понимаю, почему Ифраше выпустил эту продукцию только осенью. Обычно более практично используются подобные спреи лета. Он заявлен как грекфруктовый, действительно, тут такое присутствие действительно еле уловимое. Буквально такая вуаль грекфрукта, но очень-очень прислушиваться нужно, чтобы уловить эту нотку. И мне категорически не нравится вот эта помпа. Пользуешься этим, ощущение, что тебе плюнули в лицо. Потому что основная часть попадает в какую-то одну точку. И какие-то мелкие-мелкие брызги там в другую часть лица. Другими словами, этот спрей я не рекомендую. Я попробую, конечно, куда-нибудь перелить, посмотрим, что из этого выйдет. Но пока мои ощущения самые, что у меня есть, отрицательные. Я очень люблю гели для душа, это фрошение. Смотря на то, что у них очень много СЛС, противницей которого я, по сути, являюсь. Но они такие вкусненькие. И у них появился новый гель для душа. Мёд и мюсли био выглядит он таким образом. И мёд здесь не особо улавливается. Какое у меня ощущение от вдыхания этого аромата. Мне кажется, что я улавливаю какие-то восточные нотки. Но они совершенно не выразительные, в хорошем смысле слова. А аромат, как вуаль, как кружево. То есть, что-то такое невесомое, очень-очень легкое. Я любительница, на самом деле, таких очень насыщенных ароматов. Когда хочется просто съесть этот гель для душа или выпить. Это, пожалуй, первый гель для душа. С таким еле уловимым ароматом, который мне безумно нравится. Вот его я советую. Заказала себе карандаш. Он не автоматический, обычный для губ. У меня есть помада, которую ты у меня видишь на губах. И я сначала думала, что я смогу обойтись без карандаша. Но такой кисточкой. Но я не выдержала, если оказалось себе карандаш. Он, кстати, подошел тон в тонкой помаде. Который ты видишь с карандашом, можешь видеть у меня на губах. Очень мягко ложится, но и очень быстро стачивается. Но на самом деле, я это не ставлю в минус ни в коем образе. Потому что для меня быстро заканчивающаяся косметика, это классно. Потому что тогда можно будет заказать скоро еще. Так, вот таким образом этот карандаш смотрится на руке. Последнее, что я хочу тебе показать. А я предупреждала, что недолго будет мой рассказ. Это такой вот будильничек. Я прошу прощения за то, что он не включен. Ему нужны батарейки. Вместе с будильником батарейки не приходят. Он такой белый. Здесь есть такой рисуночек приятный в виде цветочка таких розовеньких. То есть такой нежный будильник. На самом деле, я его еще не включала. Потому что, повторюсь, нет батареек. Не знаю, как он работает. Но вот показываю. Собственно, ради него я и делала этот заказ. Потому что мне еще было интересно попробовать спрей для царев. Вот этого, в котором я страшно зачаровано. Ну, часы предназначались изначально моей маме. На сегодня все. Будь с собой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok